Игра на высоте. В регионе стартовала престижная баскетбольная лига КС Баскет. Участие в ней принимают исключительно школьные команды. Всего их 23. На турнире уже определились явные фавориты. Олег Котанзейский расскажет подробности о тех, кто борется за главный приз – путевку на Северо-Запад. Ну а дальше всероссийский финал, если, конечно, удастся пройти. На табло явно неприличный счет. Разгромные команда первой школы отбаскетболила своих соперников. Разница почти 85 очков. Игроки школы номер 2 чуть ли не всю встречу то и дело, что оборонялись. Но и это не помогло. Ну они-то как бы профессионалы. Они вообще ездили. А мы-то для нас даже честнее сыграть-то было. Но мы хоть сколько-то забили. Силы здесь действительно неравные. Игроки в зеленых майках любители не больше. Среди черно-оранжевых есть, пожалуй, профессионалы. Вот он, Вадим Богатырев, баскетболист из первой школы. Когда на арене прозвучало мое имя. Вадиму нет и 18-ти, а его уже звали в Суперлигу страны. Талант в этом скромном, но непременно высоком юноше заметила Пермская Апарма. Профессиональный клуб баскетболисту предложил контракт. Но так как 11-й класс, последний год, и родители сказали учебу главнее, в общем, сказали категорично нет. Впрочем, он и не расстроен. Уверен, предложения еще будут. Главное – форму не растерять. А сейчас турнир. Цель одна – только победа. Сейчас у нас настрой идет на первое место. Все работают, вся команда, все члены команды. В прошлом сезоне чемпионами этого турнира здесь, в регионе, стали именно эти ребята. Уже защищая честь НАО на Северо-Западе, они стали вторыми. Дальше – Россия. Почти из 20 команд первая школа оказалась на седьмой строчке. Достижение для округа – историческое. Здесь понятно, что они в феврале, скорее всего, опять же выиграют. Но на Северо-Западе надо будет доказывать то, что было в прошлом году. В баскетбол играют и девушки. Здесь они не слабый пол. Практически без перерывов и замен 40 минут с ранжевым мячом в руках они нападают, обороняются и совершают невероятные по исполнению трехочковые броски. Казалось бы, ну какие здесь силовые приемы могут присутствовать. Ведь играют девушки, а нет. Борьба идет за каждый метр данной площадки. На кону не только честь собственной школы, но и поездка на Северо-Запад. На площадке третья и пятая школа. В этом сезоне они встречаются впервые. Предварительные результаты матча девушки озвучивают еще перед стартовым свистком. Тридцать мы попробуем набрать. Тридцать? Да. Ее прогнозы сбылись. 43-16 в пользу пятой школы. Однако, несмотря на уверенную победу, своей игрой девушки остались крайне недовольны. Признаются – матч выдался безобразным. Сегодня по расписанию эта игра должна была стать последней. Но в Наринмар приехала юношеская сборная из Хривера. Вот они в красной форме наблюдают за потенциальными соперниками. Поэтому организаторы в расписание внесли коррективы. Будет еще одна захватывающая игра. Но это уже другая история. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.